Будет приятнее смотреть на такую картинку, чем на ваше лицо, понимаете? Ну и это все, это долг человек таким образом. А вот весы человека, хорошие поступки, которые он совершил, как говорят в буддизме, и плохие поступки, которые совершил. Но плохих поступков так много, что даже один раз, когда вы сказали, дочь, ты такая хорошая, она сказала, ой, мама меня любит, недостаточно. И для этого человеку необходимо, а он не может совершать хорошие поступки. Почему? Потому что взрослая уже, потому что уже никто не верит, потому что уже денег нету, потому что уже и деревья высажать не будете, и никто не даст. Нету хороших поступков. А еще если к этому добавить плохие комментарии, плохие высказывания, вечно плохое настроение, проявление ненависти и так далее. Это ж все накапливается. Это все накапливается, потом человек говорит, да, как там Цой пел, откуда взялась печаль. Ну не печаль, а трындец откуда взялся. Он подобрался, и вам кажется незаметно? Нет, заметно. Он заметно подобрался. Это просто вы думаете, что незаметно. На самом деле, он клеился к вам давно. А после этого, как же накопить хорошие поступки? Как накопить, если вас? Никто не любит. Вы всех задолбали. Мойтесь, не мойтесь, от вас пахнет. Изо рта пахнет, денег нет, зубы полечить. И так далее. Вы болеете. Всех замучили тем, что вы там стонете, вредничаете, истерите. И после этого человек говорит, да никто может собаку или кошку покормить. Кошка мало. Вам для того, чтобы в 70 лет кого-то покормить, надо войско кошек накормить вискосом. И делать это ежедневно на протяжении 10 лет. 100 лет, наверное. Потому что вы так много, так много испачкали людям жизни. Так много создали прецедентов, когда заслуженно, незаслуженно фыркнули, быркнули, чокнули, текнули. Я не знаю, что там сделали. Надулись там. Что-то сказали. Вы дома сидели, карбу свою отрабатывали. И что делать? В этом случае поможет только одно. Пост. Пост. Покаяние и каятя. Как это? Ну, покаяние, да. То есть человек говорит, каюсь за все, что я поступил. Каюсь. И сегодняшнего утра не буду кушать вообще. Пусть это все будет моей расплатой. Каюсь за эти посты. Если вспомните еще, за что рассказывать. Начать хоть по чуть-чуть себя изменять. Хоть чуть-чуть делать лицо приятным. Хоть чуть-чуть меньше фыркать и так далее. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть и жизнь изменится. И здоровье. Почему? Потому что ваш конь пока сидел на вас, ему было не страшно. Но когда вы рядом поставили и сказали, я залезу, он вас понюхал, посмотрел на вас и говорит, нет, нет, я на это пойти не могу. Не такую страшную наездницу или наездника. Не, не, фу, фу, еще и пью, что. Не, не, я лучше потом зайду, другой день.